На канале РТВ и новости. На месте крушения аэробуса А320 во французских Альпах найден второй бортовой самописец. Теперь данные с него сведут с информацией из первого черного ящика, который содержал записи разговоров в кабине пилотов. Из них, напомним, следует, что второй пилот Андреас Любец заперся в кабине, когда ее покинул командир экипажа и направил самолет в склон горы. Авиакатастрофа унесла жизни всех 150 человек на борту. Немецкие исследователи сегодня обнародовали новые детали расследования катастрофы. О них в материале Евгения Маслова. Второй бортовой самописец разбившегося в Альпах аэробуса нашли на 10-й день поисков. Он регистрировал записи параметров полета, высоту и скорость самолета, а также данные о работе электронных систем. Если их удастся расшифровать, то это позволит более точно определить, что происходило с авиалайнером в последние минуты полета. Мы уже не рассчитывали найти второй самописец, поскольку полагали, что он полностью был уничтожен при ударе. Но сегодня, во второй половине дня, его удалось найти на месте крушения. Мы рассчитываем получить важную техническую информацию о состоянии аэробуса. Второй бортовой самописец, тем не менее, вряд ли прольет свет на мотивы Андреаса Любитца, намеренно разбившего самолет с пассажирами на борту. Его мотивацию пытаются расшифровать немецкие и французские исследователи, изучая медицинскую историю пилота, показания знакомых и коллег, а также улики, найденные в его доме. Следователи в Дюссельдорфе сегодня сообщили о том, что обнаружили в квартире второго пилота планшетный компьютер. И теперь имеют представление о том, что искал в поисковиках интернета Любитц за несколько дней до того, как намеренно разбил самолет. Нам уже удалось установить, что пилот искал в интернете информацию о способах самоубийства. Он также в течение нескольких минут искал данные о дверях в кабине пилотов и о том, какие меры безопасности предусмотрены на этот счет. Теперь уже не остается сомнений в том, что Любитц действовал вовсе не под воздействием импульса, а заранее спланировав массовое убийство. Уже известно, что Любитц лечился у психиатра, употреблял антидепрессанты, успокоительное и снаторное средство, используемое для лечения фобий. На работе его поведение не вызывало подозрения. Штатных психологов авиакомпаний в Европе нет. О психологическом тестировании в современной авиации RTVI рассказал пилот Александр Кабрянов, работающий на американскую компанию. Некоторые компании, включая ту компанию, в которой работаю я, делают статистическое исследование, просто тестирование, когда они берут себя на работу. Оно смотрит не на депрессию, не на разные персоналии в твоей голове или шизофрению. Оно смотрит просто, если ты можешь выполнять и работать в кабине самолета, потому что работать с членами экипажа в довольно-таки загруженной обстановке и с людьми. Поисковые работы на месте крушения аэробуса А320 продолжаются. Французские власти сообщили о том, что с места крушения извлечены 150 образцов ДНК. Всех, кто был на борту самолета на месте крушения, обнаружены несколько десятков сотовых телефонов. Но можно ли с них восстановить информацию? Пока вопрос. Евгений Маслов, телекомпания RTVI. Главу Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен еще никогда не называли утопистом. Тем не менее, выступая сегодня на экономическом форуме в Вашингтоне, главный финансист страны поставила несколько философских вопросов, на которые до сих пор никто не ответил. Ни Платон, ни Карл Маркс. К нам в студии присоединяется политический обозреватель RTVI Мария Гордон. Здравствуйте, Мария. Итак, возможно ли общество социального благоденствия, которое упоминало в своей речи глава ФРС, и какова должна быть роль государства в создании такого общества? Здравствуйте, Валерий. Многие считают Джанет Йеллен монетарным голубем, иными словами экономистом, которого больше волнует вопрос снижения безработицы, чем жесткий контроль инфляции. К примеру, Йеллен активно выступала в поддержку мер стимулирования экономики, которые в последние годы предпринимал ее предшественник и бывший начальник Бен Бернанке. При Бернанке ФРС ежемесячно приобретала казначейских облигаций и ценных бумаг на сумму 85 миллиардов долларов, щедро выбрасывая всю эту денежную массу на рынок. Это делалось для того, чтобы стимулировать кредитование и сохранить процентные ставки на низком уровне. Такой политике противостояли монетарные ястребы, которые боялись, что она спровоцирует рост инфляции. Но этого пока что не произошло. Получается, что партийная принадлежность руководителя Федерального резерва не имеет большого значения. Республиканец Бернанке и демократ Джанет Йеллен придерживаются схожей экономической философии. И сегодняшнее выступление Йеллен содержало в себе интересные философские идеи. Главная из них – обладает ли государство инструментами построения идеального общества. Научные исследования помогут получить данные о том, какая социальная политика наиболее благоприятствует развитию экономики, при котором люди получают возможность улучшать свое положение. Также было бы важно узнать, какие шаги напротив сдерживают развитие людей и затрудняют их поступательную экономическую мобильность. Йеллен призналась в том, что экономисты до сих пор не до конца понимают, как так называемая экономическая мобильность связана с географическим положением людей. Почему одни регионы процветают, а другие не могут победить нищету и вытекающие из нее социальные последствия. Большая часть опрошенных в 44 странах мира считает, что это очень важная или просто важная проблема. В том, что неравенство существует, никто не сомневается. На данный момент 0,7% населения Земли владеют 41% ее материальных благ. То, что Йеллен осторожно предложила изучить вопрос, связанный с тем, что он является в Америке политическим минным полем. Демократы склонны считать, что залог экономического неравенства содержится в несовершенном государственном устройстве. А республиканцы думают, что благосостояние населения зависит от положения экономики в целом. Если бы Йеллен высказалась более определенно, на нее бы немедленно набросился республиканский конгресс, хотя бы потому, что она ставленник президента-демократа. И еще одна важная особенность сегодняшней речи. Йеллен ни словом не обмолвилась о намерении повысить учетную банковскую ставку. В Америке этот показатель в последние годы стремится к нулю. Рост банковской ставки повышает процент кредитования, то есть делает деньги дороже, а инфляцию ниже. В переводе на общепонятный язык, руководство Центробанка не считает, что американская экономика достаточно окрепла для того, чтобы начинать сдерживать ее рост. Или Дженет Йеллен действительно монетарный голубь, как мы и предположили. Валерий. Спасибо, Мария. Политический обозреватель Мария Гордона возможной смене финансового курса Соединенных Штатов в 21 веке. Британская пара выиграла в лотерею второй раз в жизни. Как и в прошлый раз, счастливчикам достался 1 миллион фунтов стерлингов. При дачу к призу организаторы лотереи Евро Миллион подарили супругам автомобиль Рено. Математики подсчитали, что шанс сорвать два таких джекпота составляет один из 283 миллиардов. Однако везучие британцы Дэвид и Кейтлин Лонг ничего не высчитывали. Они просто купили один лотерейный билет, выиграли миллион, затем купили еще один и снова выиграли еще один миллион. Правда, на этот раз улов семейного бюджета оказался на 2 фунта 70 пенсов меньше, чем в прошлый раз. Это все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи.